что ж начинаем работу дефектовали отмыл вымыл спиртиком все от всякого мусора грязи вот тут где ты чучки есть еще маленькие вот в основном как бы уже определились мы вот деталюшка 1 на вот этих частях чтобы спокойно ставить где-то миллиметров пять зазор получается 8-10 раз салфетки складываешь и 300 слоя бронеленты и деталь спокойненько стоит также здесь чтобы не травмировать это лента как раз устойчиво к истиранию никогда делка ваша не будет травмирована приступаем потихоньку будем греться и пытаться выгнать естественно что тут ремонт будет комбинированный я попробую для начала клеем потом крючочками но уже лакокрасочное покрытие повреждено и вот это вот складка вероятнее всего что придется ее делать споттером вот и естественно выводить шпаклевочкой потому что отпечаталась здесь усилитель как раз в этом месте вот крепится дверь естественно там стоит несколько жесткостей в несколько слоев и об этот усилитель ударчик отпечатался но для начала и как говорится ради спортивного интереса начнем с клеевой и крючочками точно также и здесь вот эти заломчики попытаюсь я сделать без покраски кстати хозяин заказала ручку снимаю с увеличением с довольно приличным ручка отполировалась и на улице эту царапинку будет не видно так что поторопился человек с заказом новой ручки ну что делать продолжаем работу вот так вся эта красота выглядит в линии повреждения обширные большие это не мелкие родинки и как раз вот такая вмятина небольшая пологая есть возможность испытать вот эти грибы монстры для площадных повреждений они усиленные данном случае как раз вот можно попробовать их в деле что они из себя представляют то есть потестить посмотреть как они работают эти грибочки как я уже говорил сделаны под обратный молоток либо вот таким образом тянуть крючком либо вот такое у них окончание внутри у них металлический усилитель с резьбой и приспособлены они под вот такой вот с ними идет в комплекте родной слайдер обратный молоток вот сейчас мы это дело и посмотрим на что они пригодны сейчас подождем пока чуть клей подостынет потому что он еще как бы мягковат и попробуем подергаться посмотрим что из этого получится грибки превосходно особенно вот в этом месте очень хорошо вышла как минимум половина залома вот в этой части я просто не хочу дергать очень сильно лучше потихоньку 10 раз приклеится чем потом вот в этом неудобном месте все это забивать доступ здесь очень как бы проблематичный надо залазить отсюда оттуда далеко неудобно поэтому лучше вот эту плавную мятинку потихонечку потихонечку не торопясь поднять сейчас надо вот эту шишечку чуть под разбить и продолжить там где у нас получается я доволен таким комплектиком уже результат с первого раза положительный в этот раз уже грибочек у нас не вот такой а гораздо меньше как мы видим в лампе в принципе вот по вмятине подходит по размеру и здесь тоже поставил гораздо меньший пока будем работать слайдером пошли первые складочки первые перетяги надо перераспределять металл то есть пробивать вот эти шишечки они уже нам мешают надо металл перераспределять то есть забивать бугорки и потом продолжить ладно не буду я терять время свое и ваше покажу так сказать ближе к финишу что получилось естественно вот этот потянутый металл тут его никуда не денешь и придется это все в итоге делать под споттер это я решил потестить и грибочки и основную работу более менее аккуратно сделать чтобы меньше была зона ремонта меньше шпаклевать по любому тут конечно красить придется ну все я сниму это все уже ближе к финишу пришлось подразобрать чуть-чуть вот он залом потом вот залом под ручкой здесь вот здесь пропечатался кант заломчик вот он заломчик вот он заломчик вот он вот кромочки и вот он видно то же самое все это надо будет делать вот видно вот они заломчики как бы и так все понятно в желтом цвете в теплом цвете более лучше видно все дефекты вот видно и вот с этим придется повоевать но опять же хорошо то что вот здесь напротив есть отверстия раз отсюда вот тоже отверстие есть усилители можно отсюда залезть отсюда ну и в принципе все начинаем работать даже вот этот кант который след остался он тоже пробивается потихоньку заломчик был здесь почти вышел но на улице заметно так не будет ходят заломчики где пробиваются где поднимаются осталось здесь под ручкой вот он залом сфокусирован здесь и вот это место вот залом а так в принципе здесь все нормально чуть полируется и будет отлично красить здесь ничего не надо вот это ткан здесь чуть заломанная просадка вот здесь вот вмятина здесь кант удалось крючком вот так поднять более менее ровно но тут при увеличении конечно видно неровности но на улице этого видно не будет тем более ручка стоит но все равно поправить надо здесь вот в этом месте кант чуть сломался его надо чуть дернуть вверх там поднялся чуть пробить и вот эту вмятинку очень даже легко можно поправить кант вверх вот она вмятинка еще видна здесь шишечка но это легко все сейчас поправится здесь эта сторона тоже нормально вот эта нижняя часть кромочку чуть-чуть подправить пробить и поднять крючок ну будет все идеально доделали мы все это вот здесь вот маленькая вмятинка есть я поправлю вот она микроскопическая остальное все ровно или настолько незначительно остальное все ровно осталось доделать вот это а вот она маленькая вмятинка но ее будет незаметно а осталось доделать вот этот заломчик или складку чуть-чуть маленький такой плечок еще есть нас еще чуть поправлю ну и здесь тоже уже получше стало надо разбивать уже просто сегодня времени нету и вот эти вот складки убирать тут надо еще клеем потаскать крючками пробойником доработать конечно она уже маленькая стала но дорабатывать надо еще вот так более-менее уже подправилась вот так более-менее уже подправилась вот видим в этом месте вот заломчик еще уступчиком как я всегда не хочу хочу доб голодать хорош на сегодня финал hat мастер ? сначало чувствует штант ув... você